Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Прошлый обзор на востоккомандирские К-39 с тритеевыми трубками вам очень понравился, и это видео сейчас самое популярное на моем канале. Я такого не ожидал, и сегодня мы продолжаем изучать К-39, еще больше тритеевых трубок, модель 393780. А перед обзором напоминаю, что в моем инстаграме проходят регулярные розыгрыши часов. Подписывайтесь, следите за постами и сторис, и у вас будет шанс выиграть новую классную модель. В этот раз форма корпуса абсолютно такая же, как и в прошлые, стальной, массивный, с широкими большими ушками, глянцевая боковая поверхность, верх матовый, но если в прошлый раз было черное ПВД покрытие, то в этот раз ионно-плазменное золочение, и корпус приобретает такой желтоватый оттенок. С правой стороны по-прежнему массивная заводная головка с логотипом «Восток» и защитными бортиками. А вот переходим к безелю, и тут уже изменения. Если в прошлый раз это был просто неподвижный рант, без какой-либо разметки, то здесь у нас самое что ни на есть дайверская история. Безель чуть меньшего диаметра, чем сам корпус, по бокам ребристые выступы для лучшего захвата, и сам по себе безель однонаправленный и 120 кликовый. Достаточно громкий треск по безелю на черной вставке, поминутная разметка, арабские цифры до 20 через каждые 5, и далее через каждые 10, ну и конечно точка со светонакопителем в районе 12 часов. Безель крутится без какого-либо люфта, очень удобно. И здесь же выпуклое минеральное стекло, причем упрочненное, К1. Посмотрите, какое интересное отражение боковых рисок, как будто бы какая-то сеточка, только сейчас это заметил, очень интересно. Но под стеклом мы видим, я бы сказал, бежевый циферблат, залегает он очень и очень глубоко, это нам становится понятно по внешнему ободку, на котором как раз таки и расположились поминутные риски. Здесь же между этих рисок мы сразу увидим 3 TV-трубки, ну а собственно сам циферблат, по внешнему кругу также золоченые индексы, окошко даты в районе 3 часов, хоть и без рамки, но зато приятно выглядит и хорошо выделяется белый диск на фоне бежевого циферблата, не как черный на черном в прошлый раз. Центр циферблата с красивым рельефистым рисунком в форме линии и надписи, все фирменными шрифтами, надпись Восток, надпись Командирский, К-39, золоченые стрелки, минутная, часовая, секундная с большим противовесом, на них также 3 TV-трубки, причем обратите внимание, длина стрелок абсолютно оптимальная, часовая почти доходит до индексов и как только проходит окошко даты, она его не заслоняет, минутная доходит почти до внешнего ободка, а секундная и вовсе заходит почти на риски. Я считаю, что длина очень-очень хорошая. Что касается трубок, то здесь их количество отличается от предыдущей модели и расположение также отличается. Что интересно, в прошлый раз некоторые зрители не смогли сосчитать точное количество трубы, хотя это озвучил в самом видео, какие-то заколдованные они оказались, но в этот раз давайте разбираться. В прошлый раз они были на индексах и поэтому в районе трех часов трубки не было, потому что, собственно, здесь окошко дат. Здесь их перенесли на внешний ободок и поэтому напротив каждого индекса, напротив каждого часа, можно сказать, есть по трубке, а в районе 12 часов их две. Итого получается 13 по внешнему ободку и по одной на каждой стрелке из двух соответственно, на минутная одна и на часовой одна. Итого 13 плюс 2, 15 трубок. Напомню, что в прошлой модели их было 14. Ну а за работу этих часов отвечает калибр 2416b, нам уже давно знакомый, его характеристики вы видите на самом экране. Да, калибр этот взят из бюджетных моделей, но тем не менее, его надежность проверена временем. Удобно, что здесь есть два подзавода, как автоподзавод, то есть подзавод от движения, ну собственно мы это видим по этой надписи, так и подзавод при помощи головки. Раскручиваем и подзаводим. Ну а в втором положении меняем стрелки. Да, так как всегда отдельно не меняется, так что ее меняем при помощи стрелок. И также еще надпись 200 метров на циферблате осталась нами пока незамеченной. И это естественно означает то, что часы дайверские, в них можно погружаться, заниматься дайвингом, можно в них плавать без проблем. В прошлых часах, конечно, тоже это можно было делать, но там не было безеля, здесь еще есть безель, самый что ни на есть дайверский, поэтому это конечно очень удобно. Задняя крышка прозрачная, если механизм 2416b остался нами незамеченным в бюджетных моделях, то здесь мы можем на него посмотреть. Виден и баланс, и ротор, отделка ротора чем-то напоминает женевские волны, по бокам информация о материалах, и как раз таки о наших третьевых трубках МБ микротек H3. Надпись T25 на циферблате также относится к трубкам, это означает, что они максимально безопасны для человека, и даже выходя на улицу просто без этих часов, вы получаете даже большую дозу радиации, чем от этой модели. А вот так ведут себя трубки и свет накопитель в темноте, прекрасно, что здесь это можно сравнить, цветонакопитель, конечно, ярче, мы его видим на точке на 12-ти часах, на безеле, но дело в том, что он со временем, конечно, затухнет, тогда как трубки будут светить очень и очень долго. Соответственно, трубки выглядят немного тусклее, но тем не менее, их глазом можно разглядеть, а 12-ти часовая двойная трубка помогает легче считывать точное время. А вот так модель выглядит на запястье, дополнительные фотографии, как всегда, вы можете видеть в моем инстаграме, и габариты, конечно, великоваты, 54 мм высота по краям ушек, ширина вместе с бортиками 48 мм, чистый диаметр корпуса 46 мм, толщина и вовсе 16 мм, и выпуклая задняя крышка, и сам корпус толстый, и безель, и выпуклое стекло, ну тут, в общем, набралось прилично. Кожаный ремешок, очень качественный, с прострочкой, достаточно широкий, 24 мм, интересная пряжка с такими заостренными углами, лично мне очень нравится, логотип командирских, и на запястье от 16,5 до 21 сантиметра. Вы спросите, как же так, дайверские часы и с кожаным ремешком, но тут Восток позаботился об этом, и в комплекте идет также полиуретановый ремешок, пряжка тут уже классическая, также с логотипом, он на 1 сантиметр меньше, то есть, примерно от 15,5 до 20 сантиметров запястья. Вес же часов 117 граммов. Да, модель, конечно, с дайверской душой, но я думаю, все-таки задумалась она как каждодневная. Тут у нас и надежный механизм, хорошо читаемый циферблат, календарь и, конечно, третьевые трубки, которые позволяют считывать время в темное время суток. Но, подводя итог, нельзя, конечно, не отметить именно эти самые третьевые трубки, как главное преимущество модели. Я знаю, что есть огромное множество фанатов именно такого вида светонакопителя, потому что многие жалуются, что у вас тока светонакопитель очень быстро затухают, вот вам решение. Третьевые трубки, которые только лишь через 12 с половиной лет, примерно, будут в два раза тусклее, то есть, у них очень и очень длительный срок использования. Конечно, здесь обильное количество третьевых трубок позволяет легко считывать время в темноте, и к этому мы добавляем еще и наличие второго ремешка, наличие хороших внешних характеристик, это водонепроницаемость 200 метров, это материалы корпуса, в принципе, все очень качественно выполнено, это и прозрачная задняя крышка, которая позволяет насладиться работой механизма, который, к сожалению, здесь я преимущество отнести не могу, все-таки модель у нас уже в ценовом сегменте повыше идет, ее цена очень сильно варьируется на рынке, от 15 тысяч до 20 с половиной есть экземпляры, и поэтому здесь этот механизм я не могу отнести к преимуществам, скорее к недостаткам, потому что механизм все-таки бюджетный, 3 за 1 час за запас хода, да, два вида подзавода, но тем не менее, хотелось бы запас хода иметь побольше. Также отмечу и дизайн, не скажу, что большой фанат таких габаритных часов, на мое запястье они, конечно, не подходят, и толстоват, и высота по ушкам великовата, но тем не менее, если уж смотреть между двумя моделями, черная предыдущая и эта, я для себя скорее всего бы выбрал черную, она такая более классический вид, что ли имеет, но стоит отметить, что эта модель чуть ближе, действительно, к дайверам, к дайверским характеристикам. В целом, модель, как эту, так и предыдущую оцениваю позитивно, мне нравится, что Vostok работает уже с третьими трубками, улучшает какие-то характеристики, получше механизмами, и я думаю, что модель будет уже конкурировать с иностранными аналогами. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и конечно, поделитесь этим видео с друзьями, а на этом все, всем пока!